Друзья, всем привет! Примерно год назад мне очень захотелось купить чугунные сковородки. Я даже сделала по этому поводу видео. Я пошла в магазин и купила за 2000 две вот таких сковородки. Одна блинная, а другая просто сковородка. К сожалению, не припомню, каких фирм. Одна Биол. Смотрите, какие молодцы люди, что пишут свое название на донышке. Одна Биол, другая не Биол. Это я точно знаю, что они были разных фирм. Что я вам хочу сказать. Я очень радовалась, во-первых, когда я их приобрела. Дело в том, что когда жаришь блины, чугунную сковородку можно скрябать без зазрения совести. Хоть как блины можно снимать, хоть ножом, хоть вилкой. Чугуну такие наши манипуляции безразличны. Просто мне надоели вот такие сковородки, с которыми нужно обращаться очень аккуратно, силиконовыми деревянными лопаточками. Когда подходит кто-то из домашних и вдруг начинает что-то оттуда выскребать железной ложкой, не хочется каждый раз вздрагивать из-за того, что здесь может повредиться покрытие. Потом я поняла, что оказывается не так-то просто иметь дело с чугунными сковородками. Дело в том, что когда их ставишь на хранение, после того, как ты в них что-то пожарил, они начинают ржаветь. Что я только с этим не делала. Я их высушивала, я их протирала, я их прожаривала на огне, для того, чтобы не было ржавчины. То есть сырые чугунные сковородки ставить на хранение абсолютно противопоказано, потому что на них образуется ржавчина. Кроме того, вот в этой жаровне нельзя хранить продукты, потому что, опять же, от того, что продукты влажные, они начинают окисляться. И у сковородки, вернее, у пищи, приготовленной в этой сковородке, образуется такой вкус, у железистой ржавчины. Кстати говоря, еще один плюс этих сковородок в том, что у них вот так откручиваются ручки. И мы можем поставить вот эту сковородку в духовку. Ну, просто вот в таком виде. Вот этот тоже штырь откручивается. И мы ставим ее в духовку. То есть ручки вот эти не отгорают, деревянные. Можно раскрутить его в ленице. Все то же самое, можно все это дело снять. В общем, я сейчас приспособилась, я сейчас научилась ухаживать за сковородками. Обратите внимание, что вот эта моя блиница блестящая. Как вы думаете, от чего она блестящая? Пока я буду прикручивать ручку, пишите свои варианты в комментариях. Дело в том, что теперь я поняла, что такие чугунные сковородки, после того, как вымыл и вытер, нужно их хорошо просушить. Ну, или можно не вытирать, а поставить на огонь, чтобы все это дело отожглось, вода вся выпарилась. И нужно смазывать их тонким слоем растительного масла. Моя блиница выглядит именно так. Она промазана растительным маслом, и в этом виде я ее уберу на хранение. Ну, как видите, вот здесь ржавчина все равно есть. Но это нас уже не сильно волнует. Но вот такое свойство чугунных сковородок. Если вы меня спросите, как в них приготовляется пища, конечно, отлично. Во-первых, у нее хорошая температура накаливания, и там все очень хорошо зажаривается. Отлично. Можно шкрябать, как я уже сказала, чем хочешь. Но все дело в том, как ее сохранить до следующего использования. В общем, я предлагаю вам повторить за мной. Взять чугунную сковородку, хорошо ее просушить, и взять буквально каплю масла, каплю маленькую совсем, много не надо, так, чтобы ее можно было размазать по всей сковородке. Вот так, буквально капелюшку капнуть и промазать. Промазать всю сковороду. Вы можете убирать ее на любое количество времени, в любой шкаф, под стол. Ну, я не знаю, где хранятся ваши сковородки. Когда мы ее оттуда достаем, я ее просто споласкиваю водой. На ней образуется такая, знаете, типа пленки. Ну, можно, в принципе, попробовать смыть ее теркой. Я уже привыкла, не вижу ничего страшного. Вот так, краешки. Ну, то есть, все промазываем, где места, которые соприкасаются с пищей. И я вот здесь еще, у меня на пальцах остается, я как бы вытираю об край сковороды. То есть, здесь масло не должно плавать. Можно сказать, что до суха остатки вытираем об край сковороды. И вот в этом уже виде, смотрите, какая она стала, блестящая и красивая. Вот в таком виде у меня сковородки хранятся либо в шкафу, либо в духовке, либо под столом в кухне. Ну, в общем, смотрите, видите, какие они блестящие. Вот так надо обращаться с чугуном. Я предлагаю вам последовать моему примеру. Если вы знаете способ лучше, скажите его мне. Я его испытаю. Если он мне понравится и зарекомендует себя хорошо, я порекомендую его своим зрителям. Но вообще, на самом деле, покупать чугунные сковородки – хорошая вещь, на самом деле, правда. Это тоже неплохая, но чугун не хуже. Жмите кнопку, едем дальше. Ну, во-первых, мы сегодня почистили базы. Аплодисменты. Продолжение следует... Продолжение следует... Чем больше в хозяйстве коров, тем тяжелее ухаживать за базами, потому что там все время оказывается солома, навоз. И не редкость, когда в больших хозяйствах коровы ходят по базу, по колено в навозе. В общем, мы это дело сегодня почистили, удалили излишки навоза. Не знаю, к чему это приведет, потому что там теперь образовалась яма. Туда, в свою очередь, будет теперь стекать вода. Ну, не знаю, посмотрим по погоде. У нас пасутся все. Козы, индюки, коровы все ходят по улице, потому что у нас плюс 4. Кроме того, я подумала, что надо мне все-таки вот этот пирог испечь на кулинарном канале. Посмотрите, вот этот пирог я пекла, знаете, с чего? С остатков. У меня были сливки, с которых я топила топленое масло. И когда топленое масло снимаешь с поверхности сливок, то внизу остается такая творожистая масса свернувшегося белка. Я ее никогда не выбрасываю, я ее всегда добавляю в тесто. Смотрите, какие шикарные пироги у меня с нее получаются. Я сюда добавила, у меня где-то было литр этой массы, я сюда добавила 4 яйца, взбитые с сахаром. Сахар здесь где-то 2 стакана и вместо изюма положила чернику. Я не могу вам, конечно, передать вкус, но вам серьезно говорю, что он очень вкусный пирог. Надо, наверное, мне похвастаться этим изделием на своем кулинарном канале. Я, правда, не знаю, где можно взять будет остатки от топленого масла. Но в любом случае можно взять сливки на базаре и перетопить, получить топленое масло и еще какую-то субстанцию, из которой сделаем тесто. На самом деле хороший рецепт. Попробуйте, кто живет в деревне, попробуйте сделать. Можно на сливках сделать, можно, наверное, на сметане. И еще хочу похвастаться одним приобретением. Когда я ездила несколько дней назад в Волгоград, я на Авито специально искала и нашла, мне повезло, я нашла вот такие штучки. Трубочки. Это трубочки под пирожные трубочки. Хочу сделать пирожные трубочки, и мне все время было не в чем. Дело в том, что у нас уже был такой наборчик, правда, он был алюминиевый, там было очень много этих трубочек, они были поменьше. Но когда дети у меня были маленькие, я не знала, что я буду снимать на Ютуб, что у меня будет кулинарный канал. И мне они потребуются. В общем, они их заиграли, скажем так. Заиграли, сплющили. Я же говорю, они были алюминиевые, их было легко сплющить. И я искала, да, специально искала по Авито. Думаю, может быть, мне подвернутся. И да, ура, вот, пожалуйста, 20 штук трубочек. Я приобрела за 400 рублей по объявлению на Авито. Знаете, сколько они стоили во времена социализма? Они стоили, розничная цена, 1 рубль. И производились они Крым Продмаш, завод Продмаш имени Куйбышева. Осталось найти год выпуска. А год выпуска стёрт. Зато есть штамп ОТК у СССР. И так, интересно. Жалко, что здесь нет рецепта теста. И жалко, что здесь нет всё-таки года выпуска. Смотрите, позавидуйте, дорогие кулинары. Я уверена, что у вас в вашем городе на Авито наверняка тоже продаются такие штуки. Ну вот как-то так. Завтра, если ничего не изменится, я уезжаю в Волгоград в транспортную компанию получать свои мангалы кирпичные. Плохо, что они приходят зимой, потому что такие вещи, конечно, лучше ставить в беседку. Но я придумала для них место вот здесь во дворе. Наверное, мы их поставим как есть. А потом уже по весне соорудим над ними какое-то укрытие. Ну, потому что это должно красиво смотреться. Да, и ещё. У меня есть для вас один сюрприз. Ну, наверное, уже в это кулинарное и сковородочное видео я его не буду преподносить. Оно касается ювелирных изделий. У меня есть для вас классная ссылка. Благодаря которой, зарегистрировавшись по ней, вы получите в подарок серебряное украшение. И всем пока. Не пропускайте мои следующие видео. Я для вас стараюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok